В нашем эфире новости смотрите в этом выпуске. В правительстве Омской области распределили деньги на ликвидацию последствий поводка. Из 295 миллионов рублей 181 миллион будет направлен на оказание единовременной материальной помощи гражданам. 114 миллионов на финансовую помощь в связи с частичной утратой имя имущества первой необходимости. Из всех районов наибольшую сумму около 70 миллионов рублей или 23% получит Усть-Ишимский район. Большая вода ушла из него последней. Напомним, на днях премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился перечислить региону еще 43 миллиона рублей. Деньги получат пострадавшие от поводка МИЧИ, которые не успели подать заявки в мае. Всего по данным управления в списках на материальную и финансовую помощь значатся около 20 тысяч человек. Российская семья, которая планирует приобрести жилье в кредит, должна располагать средним ежемесячным доходом в 54 тысячи рублей, подсчитали аналитики банка Дельта Кредит. Этого будет достаточно для оформления ипотечного кредита сроком на 15 лет по ставке 12,5% годовых на покупку квартиры площадью 56 квадратных метров. Средняя цена квадратного метра в России составляет 56 тысяч рублей, средний ежемесячный платеж по кредиту 27 тысяч рублей. Самый большой доход для оформления ипотечного кредита требуется в Москве 107 тысяч рублей. Стоимость метра жилья в столице составляет 111 тысяч рублей, ежемесячный платеж 53 тысячи рублей. Далее следует Санкт-Петербург, где стоимость метра жилья составляет 89 тысяч рублей, а ежемесячный платеж 43 тысячи рублей. Самый низкий требуемый заработок в республике Калмыкия здесь для оформления кредита необходимо зарабатывать 28 тысяч рублей ежемесячно. В микрорайоне Релероя этим летом новый вид приобретет бульвар Иванишка. В ходе благоустройства планируется не только высадить новые деревья и кустарники, но и обустроить скверы, оборудовать газоны и цветники. Большое благоустройство бульвара с плиткой и ландшафтным дизайном прошло в микрорайоне в 2010 году. После этого он стал настоящим объектом культурного притяжения, хорошим местом отдыха для мечей. Однако в процессе эксплуатации выявились огрехи работ. После весеннего паводка в этом году здесь под воздействием грунтовых вод стали обваливаться колодцы канализации. Появились и другие проблемы. Жители обратились к депутату законодательного собрания Дмитрию Шишкину. Самое главное, лед тронулся. Бюджетное учреждение управления благоустройством и дорожной деятельности, дорожного хозяйства занялось решением проблем бульвара Иванишка. Глобальные вопросы мы решили. То есть это вопрос как бы дренирования лужи, которая докучала жителям в течение пяти лет. Если вы обратили внимание, даже обходную тропинку люди протоптали. То есть не было никакой надежды пройти по пешеходной дорожке. Будет косметический ремонт на предмет травматизма детского. То есть будут засыпаны ямы на газонах. Вы ее видели, эту яму одно. И соответственно будет ревизия ливневых решеток. Все это сделает прогулку по бульвару Иванишка по-настоящему комфортной. Исчезнет и лужа у дома на 20-й линии 596. Как оказалось, межквартальный проезд после реконструкции бульвара оказался ниже. В итоге после ливней и таяния снега там скапливалась вода. Приходилось обходить по газонам, потому что больше пройти там было невозможно. Но вот на сегодняшний день, значит, откачали эту воду, прочистили ливнеприемные колодцы. Но будем надеяться, что вода будет уходить и что проблема эта на этом закончится. В ближайшее время здесь появятся качели на детской площадке, а микрорайон станет полноценным местом отдыха для его жителей. Есть еще вопросы по благоустройству, по очистке. Мы в течение до середины следующей недели эту работу выполним. Ливни, дожди тоже наносят с проезжей части, с пешеходной зоны. С газонов мусор забивает наши ливнестоки, о чем мы сегодня и говорим. И, соответственно, разомывает тротуарную часть, плиточную часть. Возникают здесь вопросы. Все работы в рамках комплексного благоустройства микрорайона Реглеро предполагается завершить в ближайшее время. Такой современный трансформатор отечественного производства позволит увеличить мощность подстанции на 15 мегавольт ампер. Говоря проще, этого хватит, чтобы подключить свыше 600 тысяч квадратных метров жилья. Филиал МРСК Сибири «Омская Энерго» завершил реконструкцию подстанции «Барановская», которая обеспечивает электроэнергией жилые кварталы, социальные объекты и крупные предприятия в Октябрьском административном округе Омска, такие как завод имени Баранова, полет, автоматика. То есть энергетики работают на опережение, создавая условия для промышленного и экономического роста. Филиалом произведены работы по замене силового трансформатора с целью увеличения трансформаторной мощности. То есть после замены мы увеличили мощность на подстанции на 15 мегаватт, что позволяет нам осуществить подключение новых потребителей. Мы провели замену оборудования распределительного устройства 110 кВт, заменили на современное легазовое оборудование, которое работает в автоматическом режиме, обеспечивает и дистанционное управление, и существенно повышает надежность электростанавливания подстанции в целом. Подстанция нуждалась в серьезном обновлении, которое провели в несколько этапов в 2015 и 2016 году таким образом, что потребитель не почувствовал дискомфорта. Снаружи новый трансформатор, а внутри, на взгляд дилетанта, мало что изменилось, но начинка другая, современная и надежная. Теперь объект полностью автоматизирован и управляется дистанционно с диспетчерского пункта. Автоматизированная система, которая на подстанции введена в работу, она позволяет сейчас при каком-то нештатной ситуации обеспечить перевод потребителей на резервное питание, и тем самым, чтобы потребитель не почувствовал никаких сбоев, и также продолжал надежную получать электростанавливание. Модернизация подстанции обошлась в 65 миллионов рублей. По словам энергетиков, замена оборудования на Барановское приведет к снижению затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт. Но самое главное, позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей. 23% омичей узнают новости из социальных сетей. Таковы результаты очередного исследования портала ВОО «Сомска», посвященного региональным СМИ. Как оказалось, подавляющее число респондентов получают информацию через интернет. При этом основным виртуальным источником информации стали новостные сайты. Любопытно, что 8% горожан узнают о событиях в мире через друзей и знакомых. В исследовании также горожане могли отметить, какие темы местные масс-медиа освещают в недостаточной степени. 20% горожан проявляют интерес к новостям о науке и технике. Практически столько же. 19% указали, что издания недостаточно освещают новости социальной сферы. Еще 14% омичей признались, что им не хватает новостей культурной жизни города и страны. Новостями интересуемся как я, так и супруг. Больше всего новостей, конечно, мы узнаем из интернета. В интернете больший источник является социальные сети. Большей степенью телевидение. По возможности, конечно, анализируем. Доверие я оставлю без комментариев. Стараюсь следить в основном по телевидению. Времени мало, но интернет больше для развлечений, для просмотра фильмов. А новости все-таки по телевидению. Слежу за новостями, конечно, но больше всего это, наверное, все-таки телевидение и интернет, если только местные какие-то новости. Политические, конечно, без политики сейчас невозможно. Но культурные тоже, конечно. Больше всего по интернету новости, наверное. Телевизор практически не смотрю. Скорее всего, социальные сети, там какие-то группы, а именно какие-то определенные сайты нет. Перед новостями смотрю. Больше всего интересуюсь спортом. Политика, ну, не связан никак, поэтому никак не интересует. Периодически смотрим в интернете. Новости мы узнаем из социальных сетей и больше интересует политика. У меня больше как-то времени нет телевизора смотреть. Работаю в основном из интернета. Социальные сети, ну, там уже переход на новостные сайты. Интернет, как правило, в Майл.ру. Основные новости и, соответственно, телевидение. Политика, экономика и общество. Телевидение, криминальные новости. Интересно, что в Омске происходит. Кто умер, кто напился и так далее. Куда попал. И все. Я узнаю больше всего новостей, соцсетей. Также интересуют темы и криминальные, политические также темы. Ну и все, что происходит в Омске вообще. Почти 10 тысяч омичей не могут уехать отдыхать из-за долгов. За первое полугодие этого года 9799 жителей Омской области, являющихся должниками по исполнительным производствам, были лишены права выезда за пределы России. Значительные отчасти выездных омичей 2614 человек не выплачивают алименты, а около полутора тысяч имеют неисполненные кредитные обязательства. Общая сумма долга превышает 5 миллиардов рублей. Между тем, для 624 граждан ограничения были сняты в связи с полным погашением задолженности. Для получения права выезда из страны должники оплатили 26 миллионов рублей. Следите за новостями на телеканале НДС РБК. НДС РБК